Приветствую вас. Мне бы хотелось начать с того, что вряд ли у вас касает именно влечения. Тому что влечения у вас есть. Вы говорите, что девушка по-прежнему красива, и химия, которая делает свое дело, здесь в принципе тоже не причем. Вообще, что значит задыхаться? Вот хочется из отношений выйти, пишите вы. То есть вы перестаете быть свободным в отношениях. То есть получается, как? Один-два месяца, это период страсти, это период влюбленности, и за этот период вы, скорее всего, очень сильно человеком увлекаетесь. Скорее всего, в этом периоде вы начинаете растворяться в человеке. И растворяясь в нем, вы, естественно, размываете свои личные границы. То есть вы ограничиваете свою свободу, вы ограничиваете свои способности, свои возможности, свои свободы, то, что вы можете делать, то, что вы хотели бы делать. Все вот это вы ограничиваете. Ради кого? Ради чего? Ради другого человека. И поначалу вас, ну, вроде бы это устраивает. Поначалу вам это вроде бы нравится, потому что, ну, пока... Пока у вас есть влюбленность, все хорошо. Но потом, когда влюбленность проходит, а она, видимо, проходит у вас как раз-таки, вот, после одного-двух метров, именно влюбленность, именно страсти, поры страсти, когда у вас это проходит, вы начинаете тяготиться сами от того, какую позицию заняли в отношениях. Вы начинаете тяготиться сами от того, насколько близко с человеком мы вступили в отношениях. Как сильно вы в нем растворились. Вот это начинает вас тяготить. И из-за этого, конечно же, возникает то, что вы пишете. И избавиться от этого можно только путем правильного построения своего поведения. То есть правильно выстраивать свою линию поведения по отношению к женщинам. То есть правильно выстраивать линию своего поведения по отношению к человеку. Правильно выстраивать свое мужское поведение. И вот это поможет вам как раз таки и действовать так, как вам того хочется. То есть, условно говоря, если вы будете правильно выстраивать свою линию мужского поведения, если вы не будете действовать себе во вред, я думаю, что проблем у вас, как таковых, будет гораздо меньше. Что это значит? Ну, во-первых, надо проанализировать то, как вы ведете себя в отношениях вообще. Как вы себя в них позиционируете, что вы делаете. Как вы себя ведете и так далее. Это все, вообще-то говоря, очень-очень важно. Потому что вероятнее всего, ну, действуете вы себе во время в ответ. Вероятнее всего, позиционируете вы себя как человека, который жертвует собой. А вот этого делать как раз категорически нельзя. Потому что повредите вы только себе таким образом. Отграничивайте свои интересы и свое личное оправданство от другого человека. Понимаете? Не сближайте это настолько сильно, чтобы начинать растворяться в нем, в человеке. И, собственно, есть у вас символ, мотивация так поступать. Возможно, речь идет о оправданностях. То есть, вот вы вступаете в отношениях с девушкой. Для чего? Ради чего? Почему? Хотите ли вы этого, например, или нет? Если хотите, то как хотите. Делаете ли вы для девушки что-то такое, что вам не нравится? Седаете ли вы, например, что... Ну... Что вы делаете нечто во вред себе? Если да, то вот это и нужно в первую очередь исправлять вам. Потому что именно это вредит вам и обуславливает то, что вы задыхаетесь. То есть, еще раз. Ага. Значит, размытие личной границы. Нарушение вашего личного пространства и лишняя жертвенность в отношениях определяет все то, что вы говорите. Ни спад в лечении, ни химии. Именно размытие личных границ и нарушение личного пространства. А также неверная, по всей вероятности, модель мужского поведения. По отношению к женщинам. И вот именно это, инойно вам корректировать. Как корректировать? Анализировать ваше поведение в конвекции тех девочек, которые у вас были. Анализировать все ситуации, когда вы начинали испытывать перекрытие кислорода. Анализировать условия этих ситуаций. Анализировать ваши ощущения, ваши эмоции. Почему, например, вот вы чувствуете, что кислород перекрывает, да? Почему, например, вы обязательно сразу, допустим, расстаетесь. Почему вы, правда, немножечко не отдалитесь от девочки? Почему вы не дадите себе больше свободы, например? А почему вы свободно себя лишаете изначально? Тоже, как бы, вопросы. И вот на эти вопросы вам нужно ответить. Вы можете это сделать сами, путем разбора, путем анализа, путем интроспекции и ретроспективы. Но эффективнее, конечно, нам поработать с психологом, но это уже как вы сами захотите. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Желаю вам всего доброго и удачи!